Валерий Александрович Подорога. Доктор философских наук, профессор, заведующий сектором аналитической антропологии Российской Академии Наук, лауреат премии Андрея Белого, приглашенный профессор Университета Дюк США, Страсбургского и Лейпцигского университетов, автор свыше 200 работ, среди них 8 монографий по истории философии, философии искусства литературы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, продолжаем нашу работу. И сейчас я хотел бы вас вернуть снова к той теме, которую я начал. Это эволюция систем мысли в новое время в основном, и 18-19 век, ближе к 19 веку, где происходят фундаментальные изменения. Я это делаю для того, чтобы вы представили себе, как внутри философского видения мира появляется литература, и в каком виде она, собственно, там появляется, и что такое литература. Потому что для вас и для меня литература – это романы, поэзия, да, это какие-то вещи, которые совершенно очевидны. Но вот то, что я буду вам сейчас рассказывать, это несколько не очень очевидное. Возвращаясь к этому, к важному положению, связанному с Декартом. Декарт ввел понятие эго, или субъекта, условно говоря, или то, что мы называем самосознанием. Вот это открытие как бы Декарта. Нельзя сказать, что оно раньше не существовало ни в античности, ни в средневековье. Эти опыты были, но Декарт как бы утвердился вот как цивилизационно. Он стал основателем, основной базисной фигурой европейского самосознания, саморефлексии. То есть все мы постигаем через автономию нашего разума. Автономия нашего разума гарантирована Богом, который понимается как основа разумности. То есть мир предполагается изначально разумно устроен. Другого, то есть того, кто, помните, я говорил о философии как о друге, другом и так далее, пока еще нет. Декарт рассматривает эго-сознание как абсолютно одинокое. Но одиночество, это сознание европейского, связано с гарантией разумности, автономии, ответственности перед высшим существованием. Высшее существование – это все формы разумности. Так европейское человечество учится понимать себя и нести ответственность за себя. Конечно, на такую позицию Декарта очень сильное влияние оказала, конечно, лютерская революция и протестантизм. Потому что именно протестантизм создает условия личного общения с высшим существом. Протестантизм и посредничество, связанное с различными церковными институтами, устраняется. Там нет того третьего, например, священника, которым нужно апеллировать, чтобы получить для себя какое-то прощение и так далее. Я сейчас, конечно, не буду входить в эти тонкости протестантской этики, протестантской религиозности. Одно хочу вас попросить запомнить, что именно там формируется то одинокое, ответственное перед Богом, перед Богом я, который потом переходит в философию. Декарт, он был, в общем-то, можно сказать, примерным католиком. Но всю жизнь он прожил, с одной стороны, в различных армейских бивуаках, а с другой стороны, в Амстердаме. И в то время Нидерланды были страной абсолютной демократии, как тогда считалось. И Декарт воспитан, в общем-то, если не в протестантском духе, то близким к нему. Поэтому он прекрасно знал и всех таких известных мыслителей, и с ними часто спорил. Ну и потом Декарт же выдающийся математик, как вы знаете, ученый. Мы не будем даже это перечислять. Я просто говорю о самое главное, что его учение о методе связано с этой эгоструктурой, этим субъектом, который является человек разумным. Значит, очень важный момент, то, что полагается я в мире. Полагание в мире моего я. То есть я существую только лишь потому, что существует еще некоторое более высшее существо, которое дает гарантии моему одинокому существованию. Делает меня не одиноким. То есть удвоение через высшее существо постоянно. То есть мы говорим о субъекте, но субъект существует только лишь потому, что он удваивается в высшем существе, которое отдает ему часть вот этой великой универсальной разумности, и он спасается тем, что он просто обладает разумом сразмерным с этим высшим существом. Поэтому очень важны все операции прояснения, самоосвещения, анализа, рефлексии, связаны с этим работой эго, эго, которое работает над собой, все время формирует свое представление о своих границах, о своем теле, о различии этого тела от других тел и так далее. То есть это вот такая громадная совершенно работа, которая начинается в европейской культуре, начиная с эпохи протестантизма и далее, и далее. Вся классическая философия, Спиноза, Лейбница и так далее выстраивается как доистические системы. И в основном они очень чувствительны к протестантской этике. То есть они сохраняют в себя связь с религиозностью, но философия уже выходит из-под религиозности, из-под влияния религиозности, да, вот такой, который был характерный для средневековеда. Но что здесь очень важно? Важно это то, что еще потом будет отмечено Кантом, что эгоцентрация или удержание идентичности «я» является абсолютным равенством для существования всех наших переживаний. То есть каждое мгновение нашей жизни мы себя идентифицируем с собой, да, мы идентифицируем с собственным «я». И это «я», Кант называет это «я» мыслью, Декарт Когета там и так далее, кто-то называет «духом» там и так далее. Все это связано с тем, что это «я» формирует самосознание, которым европейское человечество пользуется до сих пор. Вот так выстраивается мир полаганий «я». Но в конце 19-го столетия происходят какие-то разные, совершенно разные события, которые нельзя даже описать, и экономические, и политические, и структурные изменения, которые имеются связаны с культурными какими-то навыками. Очень трудно это все описать в каких-то двух словах. Важно, что эти изменения состоялись. И появляется другая, совершенно величайшая из тем, которой живет современная философия. Это тема другого. Громаднейшая тема. Значит, если в декартовской системе человек остается одинокий, получает свое условие, свое собственное существование, понимание нужности собственного существования через более высшее существо, то мы в новую эпоху сталкиваемся, если не с атеизмом, а некоторой «не» или «а» религиозностью. Появляется тема другого. Теперь полагание мира идет не через какое-то одинокое «я», а через существование другого. Другой нас все время опережает. Другой – это не просто другой человек. Другой – это все то, что нас формирует. В том числе и язык, в том числе и наше собственное сознание. То есть вдруг почему-то в какая-то складывается ситуация, когда вдруг человечество, имеется в виду европейское, начинает обдумывать эту странную ситуацию, связанную с другим. Вдруг оказывается, что природа – это не то, что вставлено в некоторый опыт этого одинокого «я», который управляет всем миром, в том числе и природой, через более высшую божественную инстанцию. А вдруг природа, оказывается, обладает собственной разумностью. Вдруг предполагается, что природа – это что-то другое. Это то, что имеет какой-то свой закон и свой статус разумности, который еще надо изучать. Вот постепенно новый вид наук появляется, которые, в общем-то, и были уже известны, но еще не так сильно развивались. Это как социальная антропология, культура-антропология. Во-первых, лингвистика, например. Или лингвистика, этнолингвистика. То есть появляется этология, то есть учение как раз о животном мире. То есть множество каких-то появляется дисциплин, которые до этого не существовали. Они все указывают на существование тем и другого. То есть оказывается, что вокруг нас существует то, что от нас не зависит. То, что мы не можем каким-то проектом и какой-то своей собственной рациональностью придать сразу же эту рациональность и разумность. То есть все то, что существует вокруг нас, не имеет алиби разумности. То есть мы не можем сказать, что природа разумна так же, как и мы. Мы его должны изучать, чтобы понять, какие механизмы мы можем понятнее, какие нет. И так далее. И вот этот разрыв очень интересный. Настолько интересный, что фактически вся новая экзистенциальная философия, которая рождается в конце 19-го, начало 20-го века, та современная философия, в которой мы еще существуем, наши парадигмы, наши видения мира, она рождается из этой темы другого. То есть фактически получается таким образом, что сам субъект, наше «я» является вторичным шагом по отношению к существованию другого. Но другой уже не вертикализуется, как вот какой-то божественной инстанции, а которая находится на одной плоскости. То есть мы зависим от другого. Только от него мы получаем то, что мы называем собственным существованием. Вот это очень важный такой момент. Здесь можно бесконечно много говорить. Я могу вас отослать прекрасным работам Жан-Поль Сартра «Бытие ничто» – такая работа изгромадная. И я считаю, что это один из крупнейших теоретиков темы другого, вступления темы другого в наше сознание. То есть философия, понимаете, она работает на таких переходах, когда она ухватывает какие-то фундаментальные изменения, которые уже происходят, даже уже произошли, и уже влияют на жизнь, но еще не эксплицированно, еще человек их реально не понимает, ориентируясь на что-то более догматическое, привычное и так далее. Очень такой показательный пример. Долгое время, когда переселенцы с Западной Европы расселялись в Америке и создали Соединенные Штаты Америки, местные населения, воинственные племена индейцев, были идентифицированы с какой-то изначальной дикостью и с тем, что относилось к самой жестокой природе. То есть самый индейец был включен в пейзаж природы и ничем от нее не отличался. И всякие попытки вот такой протестантской идеологии, которую принесли эти переселенцы, сталкивалось с вот этим неприятием природного начала. И индейцы легко и свободно уничтожались. Мы легко понимаем то, что уже состоялось, а не то, что происходит, как известно. Ну, отсюда формируется целый свод таких понятий, которые философия начинает вырабатывать, как, например, гусарльевская феноменология вся покоится на теме интенциональности. Интенциональность – это направленность к чему-то. Гусарль говорит, что нет сознания, есть сознание о чем-то. То есть нет просто сознания, мы все время сознаем что-то или о чем-то. То есть имеется в виду, что это вот интенция, которая выходит за саму субъективность другой субъективности. Ну, можно продолжать и дальше сравнивать и находить какие-то концептуальные области, в которых тема другого так сильно звучит. Но это не столь важная для нас задача. Вопрос заключается только в том, что как мы это должны сегодня понимать. Потому что тема другого, она очень любопытна еще тем, что она вводит что-то, что для самой философии является просто очень существенным и очень важным событием. Есть такая точка зрения, что философия в своем отталкивании от религии и теологии в конце концов склоняется как бы к науке. Но и от нее она отталкивается. Она выходит куда-то дальше в другие области. И некоторые считают, что она впадает, она становится как бы литературой. То есть в рамках философии формируется некоторый литературный образ мира. И вот здесь мы должны немножко зафиксировать наше внимание на таких вещах, которые, в общем-то, очень трудно себе представить. Как это вообще с этим можно работать? Потому что сама философия здесь выступает в каком-то новом обличии, и в таком новом обличии, и в странном, что мы должны вот это новое обличие как-то, собственно, объяснить, что значит такая литература, что значит литературой становится. И долгое время, вот начиная с эпохи, даже, можно сказать, возрождения, происходили различные специализации в области философии, гуманитарных наук. И вся гуманитарная область, она дисциплинизирована, то есть разбита на отдельные дисциплины. Эти дисциплины обосновывают свои границы, свои институты, там, и так далее. Есть такой институт более широкого какого-то значения или представления даже, может быть, который может разбиваться на отдельные институции, то, что мы называем литературой. Сюда относится непосредственная просто практика особого рода письма, особого рода сочинения некоторых воображаемых миров, которые характерны для литературы, где выступает на первый план поэтическое чувство мира и так далее, очень ценное, опережающее любое другое. Но в то же время это чувство само по себе как-то очень для нас ясно и определено. Оно ничего, в нем такого нет. Но вот отношение философии и литературы – это уже несколько иное какое-то отношение. Если вдруг философия отказывается от некоторого пути теологического, и в то же время нельзя сказать, что она становится какой-то особой научной философией, хотя дисциплинарно она может представляться, как и научная философия. Но тем не менее философия на своем испытательном пути вот сегодня, в 20 веке, в 21 веке, она выступает уже в какой-то другой функции. В какой же функции? Что же произошло? А произошло то, что, в общем-то, никто не ожидал, что границы между гуманитарными областями, да, где дисциплинарные границы удерживались, все они размылись. Размылись настолько, что, например, мы появились философия, которая из прикладного какого-то, ну, юристического инструментария превратилась в какую-то странную загадочную дисциплину. Например, есть в западной практике, в западных университетах есть понятие философии искусства, философии истории, философии литературы и так далее. То есть философия, которая, казалось бы, существовала только в рамках, то есть своего какого-то дисциплинарного задания, и которая повторяла вот эти естественные системы мысли, от Гегеля занималась кантианством, посткантианством, гегельянством и так далее. То есть философия, которая находилась в системе вот разнообразных измов. И вот она институционально всегда изучает эти измы, да, и, в принципе, здесь нет ничего плохого и ужасного, но, тем не менее, вот она оставалась как бы там. И вдруг такой неожиданный переход, который связан с тем, что, вероятно, что-то произошло такое, что мы сегодня, эти дисциплины вдруг оказались равны существующим перед определенной предметной областью. И эта предметная область – язык. Язык, но правильно, по-другому понимаемым, чем вот раньше это понималось, как отдельная область, иствердление, лингвистики и так далее. То есть язык оказался тем условием, при котором философствование сегодня обращается к любой другой дисциплине. И любая другая дисциплина тоже использует для этого язык. То есть все вот направление современной философской мысли, не только философской, всей гуманитарной мысли вдруг сосредоточилось на таком феномене, как язык. А что такое мыслить и говорить? Что такое писать? Вот в этом веке, в 20 веке, это была колоссальная задача. Что такое мыслить, говорить, писать? То есть язык выступает как некоторые универсальные средства объединения различных гуманитарных областей, которые до этого существовали через свои отдельные дисциплинарные практики и не придавали какого-то особого значения языку, который они используют. И вдруг в культуре что-то происходит. И это связано с темой вот этого, того другого, который сам по себе язык начинает воплощать. Более того, язык определенным образом, через новейшие достижения в семиотике, лингвистике и других каких-то дисциплинах, в том числе антропологии, для изучения текстов, которые связаны, например, с такой научной типом интерпретации, как герминевтика, герминевтическое изучение старых древних текстов и так далее, все это сталкивается с какой-то проблемой коммуникационного свойства. То есть мы не просто этот язык вспыхивает и вдруг начинают объединять различные области гуманитарного знания, но он начинает диктовать какие-то условия отношения вообще к нашему миру. Мир, что это такое сегодня? Когда-то о декартовском мире можно было просто сказать, Декарт основатель механицизма, и можно было просто сказать, что такое мир Декарта? Это часы. Вот и все. Вот он видел мир как часы, которые работают с такой же точностью, регулярностью и так далее. А как мы можем увидеть сегодня мир? Вот часть философской традиции, не вся, часть философской традиции объявляет видение мира через язык, но понятый определенным образом, как коммуникационная сфера, то есть как текст. Вот представляете, какое изменение? Даже Жак Деррида говорит, что нет ничего, кроме текста. И вне его нет ничего. Все текст. То есть все переводимо в текст. То есть мы обращаемся к другому, это становится каким-то текстом, да, каким-то высказанием, его можно изучать. Это на всех микроуровнях, макроуровнях и так далее. Везде эта текстовая реальность, или ее часто называют интертекстовая, гипертекстовая и так далее, она существует как некоторая абсолютная множественность некоторых событий, которые называются событиями языка и мысли, там еще каких-то поступков, там и так далее. Вот это очень интересный такой эпизод, который нам с вами очень любопытно анализировать, потому что впервые под языком что-то понимается определенное, или во всяком случае хотят нам доказать, что это есть что-то определенное. Это текст с большой буквы, или гипертексты, или интертексты и так далее. Вот это событие и происходит, и философия вольно-невольно вступает в ту область, которая ранее называлась, собственно, литературой. Или литература сегодня, это намного шире понятие, чем можно себе представить, вот говоря о литературе, которую мы связываем с писательством, с билетристикой, с романами, и с различными другими литературными традиционными жанрами. То есть литература здесь какой-то вступает в коммуникационную сферу. И литературность заключается в том, в философии, что она начинает производить события, мысли, уже не исходя из какой-то набора каких-то аргументов, которые можно почерпнуть у Канта, у Гегеля, и того же Платона, а исходя из событийности самого языка. То есть понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что философия через язык или через тексту реальностью сталкивается с первоначальным каким-то опытом, который она начинает высоко ценить. И сейчас, по сути дела, иногда очень трудно отличить какое-то философское произведение от какого-то, ну, полу-какого-то скрытого литературного произведения в том каноническом смысле, в каком мы привыкли там. То ли романа, то ли особенно эссе там и так далее. Вот эти необычные вещи, конечно, невероятно интересны, потому что они нам позволяют вдруг увидеть философское существование мысли уже в рамках какого-то другого совершенно события, которому философия начинает служить. И прежде всего на Западе появляется множество мыслителей, которых даже очень трудно определить, являются ли они философами в таком вот чисто дисциплинарном смысле или филологами, или историками, или билетристами. Потому что, начиная с Жан-Поль Сартра, философы начинают писать романы и писать так, как пишут романисты свои тексты и так далее. То есть происходит вот такой запрет, дисциплинарные запреты как бы разрушаются. Я не знаю, сейчас говорить плохо или хорошо, но если вот мы, например, говорим мы об этой множественности другого, который вступил на арену, то перед вами, естественно, как более молодыми моими коллегами открывается интернет. А что такое интернет? Это новая литература. Абсолютная литература. То есть, если раньше мы говорили, что каждый читатель хотел бы стать писателем, и что эпоха 19 века, даже 20 век, мы еще сохраняем функцию чтения, то уже к концу 20 века функция чтения постепенно разрушается. Появляется доминирующая форма письма или воспроизведения. То есть, фактически, мы, если что и читаем, то мы читаем для того, чтобы писать, а не для того, чтобы просто размышлять, и так далее. То есть, перед текстом, который сейчас возникает, нет никаких... Этот текст, который мы сегодня читаем, литературу и тексты, самые разнообразные, включая интернетовские, никогда от них не исходит запрет на письмо. В отличие от того, если когда вы читаете Толстого, или читаете старую прозу, там всегда этот запрет присутствует. Ты, во-первых, так не можешь, во-вторых, тебе такое рассказывают, что помыслить тебе о том, чтобы ты должен это повторить, записать и что-то такое сделать, просто не приходит в голову. То есть, запрет на авторство очень был силен в классической философии и в классической литературе. То есть, читателю запрещалось быть, мечтать о том, чтобы быть автором. Нет, он, конечно, он мог это дело свободное от чтения и время, но в то время, когда он читает, этот запрет действовал безусловным образом. Это чрезвычайно важное качество классической литературы и, возможно, классической философии. Но это тогда, когда читателей было намного больше, чем писателей. А литературные явления, литературные события, которые мы сегодня получили, это абсолютная литература. То есть, это литература, которая включает в себя любые литературы. То есть, масс-медийное пространство, в том числе и интернет, и в том числе и другие формы передачи знания, создали такую необразимую ситуацию, при которой авторство и произведение новой информации стало доступно буквально каждому человеку. Я не знаю, как человеку, пишущему, я, конечно, очень смущен тем, что мой читатель уходит, или не только мой, но и ваш читатель, возможно, уходит. И что все больше и больше отношения в этой текстовой реальности связано с сообщением, не законченным высказыванием, а с некоторым сообщением об изменении, которое мы встречаем в интернете. То есть, постоянно идет сообщение о том, что что-то меняется, да? Но нигде нет такой задержки, которая бы создала какое-то произведение. Или, если это произведение создается, оно вольно или невольно состоит из этих всех вот сообщений, которым очень богат интернет. То есть, мы сталкиваемся с этой невероятной по трудности задачи, как воссоздать читателя или понять хотя бы, как мы его потеряли. В любом случае, вот это движение такое, общее движение не только философии, вы замечаете, о чем я говорю, да? Но и других особых дисциплин, хотя она и продолжает свою работу, как и в рамках философии, тем не менее, образуется вот эта вот особая языковая реальность, которая философия уже не может претендовать на особый какой-то язык. Особый язык перед этой реальностью, она, конечно, отступает. Поэтому, в принципе, и философия, и литература сегодня не являются такими терминами или такими понятиями, которые могли бы так легко быть описаны, потому что они включены в макроизменения, которые происходят в нашем обществе. И в частности, то, что мы связываем иногда с интернетом, и в частности, с новым уровнем коммуникации, который в обществе начинает все более интенсифицироваться и интенсифицироваться. Ну, вы сами представьте себе, что такое чтение? Чтение – это время для чтения. Вопрос, есть ли в современном обществе такие лакуны, такие убежища, которые были у Пруста, где он спрятался в комнатке своей и как часами наслаждался какой-то прозой какого-то автора, или вообще, может быть, кто-то из вас, или я могу вспомнить о себе, когда я еще что-то там читал, и естественно, что для меня чтение было какое-то магическое совершенно явление, к которому я вступал в такую неожиданную, удивительную коммуникацию, и так далее. Потому что через книгу открывался весь мир, и не было никаких ирзац-заместителей, как сегодня, множество коммуникационных заместителей, которые создают очень быструю иллюзию внешнего мира. Книга – это, помимо того, что это руки, которые обнимают книгу или ставят страницы, это замкнутость, это, в общем, где-то одиночество, это где-то размышление. Но это время. И мы спрашиваем, а общество дает это время сегодня, чтобы чтение продолжалось? Или оно убыстряет настолько наши отношения, что мы все время сваливаемся в какие-то артефакты, замещения, упрощения и так далее? Что мы, несмотря на эту возросшую интенсивность коммуникации, интенсивность с жизнью, мы становимся все глупее и все более варварами, все более отказываемся от того опыта, который нам как бы завещан, и который становится просто мемориалом. То есть фактически мы перемещаемся в область коллективной множественной памяти, забывая отдельную индивидуальную память. Практически сегодня чтение существует только в режиме скорости. То есть скорость начинает определять режим чтения, насколько чтение сегодня уже замещено получением и отправкой информации. То есть это все более трудный процесс. Хотя мы, конечно, можем говорить о школе, о детстве, еще достаточно независимых от системы массовых коммуникаций, где еще феномен чтения может как-то состояться. Но сегодня давление со стороны коммуникационного пространства, общественного, информационного, настолько велико, что чтение там все меньше и меньше находит возможностей. И все эти изменения, которые сегодня происходят, они направлены как бы на подлаживание, адаптацию современного человека, начиная с детства, в системе массовой информации, массового общества. Вопрос заключается в том, что мы приобретаем, и можем ли мы управлять этим процессом, например, задержать его, затормозить как-то, чтобы оставить какие-то ниши, для того, чтобы человек возвращался к чтению и не разучился читать. Потому что чтение же, это не просто чтение, верно ведь? Если вы берете, например, современные методы философии, которые сложились буквально в последнюю эпоху, я имею в виду 20 век, это психоаналитический метод, германифтический, феноменологический, все они так или иначе связаны с чтением, семиотическим и так далее. То есть чтение такое развернутое, глубокое, погруженное чтение, да? И как с этим быть? Вот эти все навыки, которые складывались, которые уважали и по-своему передавали традицию и способы ее ввода в современность, там и так далее. Все это постепенно и угрожающе разрушается через систему массовых коммуникаций, которые ничего не восполняют фактически из того, что мы теряем. Коллективная память, которая становится абсолютной, как это абсолютная литература, то есть абсолютной памяти. Прекращаются некоторые формы деятельности между людьми. Например, вся наука временной эпохи Декарта была связана только с перепиской. Наука была через переписку. То есть то, что пишет какой-то начинающий неофит Декарта и говорит, а вот такую задачку ты разгадаешь, и Декарт начинает сидеть там, разгадывать задачку. На основе этой задачки он выстраивает какую-то теорию и так далее. Это по переписке, наука по переписке, понимаете? Потом постепенно, вы знаете, что писательство и 19 век – это век книги, абсолютной победы книги. И каждый манамальский культурный человек и в Российской империи, в том числе, имел библиотеку и собирал книги. Это была очень важная ценность. И это сохраняется отчасти в 20 веке и в советском обществе. Здесь тоже собирали библиотеки, и люди как-то читали. Я сейчас не хочу внедряться, конечно, уходить в эту совершенно область, которая бездонна, бездонна, просто бесконечно можно обсуждать, что происходило в советском обществе, с всякими, все эти события. Я хочу просто обратить внимание на то, что общество, возможно, сегодня не способно, ни западное общество, ни наше общество, не способно удерживать нишу для чтения. А чтение – это же не просто акт индивидуального употребления, каких-то знаков и так далее. Все вам понятно. Чтение относится еще к другим временным структурам, которые также очень важны для человека, которые создают для него понимание той реальности, в которой он живет. Например, для искусства тоже нужно время. Там время записывается, как созерцание. То есть нам нужно время созерцания, чтобы понять полотно какого-то автора и так далее. У нас всюду есть эти возможности для того, чтобы что-то понимать. Но если это все замещается, если это не нужно, если понимание само уступает место передачи информации, я сейчас не хочу выглядеть здесь таким человеком, который тревожится о славном будущем нашей цивилизации. Но тем не менее, мне бы хотелось узнать для себя хотя бы, какое здесь есть отношение между самим актом чтения и тем способом, в который существует сама философская традиция. Это колоссальная совершенно проблема, потому что эта философская традиция сегодня существует без читателя. То есть или чтение настолько носит ограниченный характер и невоспроизводимый. То есть фактически читают только те, кто заинтересован в письме. То есть те, которые учатся через чтение писать, чтобы... Ну, например, очень характерный пример, который связан с психоанализом, но очень распространенный в виде анекдота. Это то, что все люди, страдающие каким-то недомоганием, прошедшие психоанализ, становятся психоаналитиками. То есть он как бы выздоравливает за счет того, что он просто становится психоаналитиком, а не потому, что он выздоровел. То есть, да, и в этом смысле, что если кто-то слушает и читает мои тексты, он потом будет заниматься тем, чем занимаюсь я. Ну, представляете себе, как ограничивается поле существования вообще культуры, когда она воспроизводит только какой-то верхний слой, а весь, все остальные уровни слоев, да, они как бы уже не нуждаются в этом знании. Когда-то Карл Барт, то есть Ролан Барт, извините, такой великий семиотик французский, сказал, что... Ну, что надо признать? Мы вырастили аристократию чтения. То есть это как бы те люди, которые читают книги, на них скоро будут показывать пальцами, смеяться над ними, там, и так далее. Ну, как раньше смеялись, ну, ты у нас философ, там, да, и так далее. А ты у нас... Вот, смотрите, он читает книжку, там, да, ну, просто совершенно сумасшедший. Когда нужно взять, там, планшет, там, да, там, все это по-быстрому, там, и так далее. То есть имеется в виду, что я представитель той культуры, которая как бы уходит, у которой отняли читателя, понимаете? Но я думаю, что отняли не только у меня, у Льва Толстого тоже, у Достоевского. То есть читатель, который понимал бы те проблемы, он просто уходит, потому что наваливается новое время, время других скоростей, других информационных потоков, где, я не знаю, возникает какое-то чувство человеческого бессилия отчасти. Я не знаю, как у более молодых, как бы, моих коллег, и у вас всех, возникает ли оно, или у вас пока месяц оптимизм молодости, все перебивает, и впереди прекрасная картина будущей жизни, успешной. А здесь вот такие сомнения какие-то возникают. И это сомнение вот связано с тем, что сама наша философская, как бы, традиция, она постепенно растворяется в этом опыте свертекстовой, гипертекстовой, или интертекстовой этой реальности, что ей противостоять очень трудно, потому что она работает на разных уровнях. Это как бы такая вот то, что мы называем иногда сетью или паутиной, в которую мы попадаем. И где мысль человеческая уже не может добиться такого торможения и уединения, да, где она не может вырваться из тех обстоятельств, в которых она заброшена. То есть я вот ставлю этот вопрос. То есть вот это абсолютная литература. То есть мы все общаемся равным образом на приблизительно одном и том же языке. И для нас все знание является передаваемым в виде сообщения. Что это такое? Это хорошо или это очень плохо? Потому что само по себе знание – это некоторые условия его получения или потребления. То есть значит знание включает некоторые запреты, навыки и так далее. Вы не можете просто по сообщению там о романе Льва Толстого или о теории Декарта сразу получить какое-то понимание этой теории. Вы можете получить просто какое-то поверхностное знание о том, что даже количество исчислимое, да, но вы не получите никакого понимания. То есть понимательная функция отпадает. Вот она антропологически была встроена, начиная буквально с развития человечества. Антропологически встроена – это значит, что человеческий разум вообще-то рассчитывает, что он что-то понимает в том мире, в котором он живет. Ну, подводя те итоги, которые может подвести, если это возможно, конечно, сделать, вот, я хотел бы сказать, что переход и вот взаимодействие между философией и литературой носит такой, можно сказать, с одной стороны, эволюционный характер, а с другой стороны, мы замечаем не только эволюционный характер изменений, которые происходят, но и революционный, буквально радикальный. Я думаю, что время изменений, с которым мы сегодня сталкиваемся, настолько опережает нашу возможность размышлять об этом, что мы все время опаздываем. Мы все время опаздываем. И, возможно, вот, будущая задача философского опыта, нового философского опыта, это найти средство, вот, все-таки научиться мыслить в том режиме скоростном, да, в том невозможном режиме изменений, которые происходят, чтобы понимать тот мир, в котором мы живем. Екатерина, в обществе существуют две точки зрения по поводу познания окружающего мира. Как вы думаете, какая точка зрения наиболее верная? А какие две точки? Ну, что, да, мы познаем окружающий мир, так как с каждым днем мы для себя и для окружающих открываем что-то новое. и нет, потому что с каждым открытием все равно появляются какие-то загадки. И мы их не можем как-то отгадать. Вы знаете, когда есть такая, ну, тоже такой полуанекдот, но вообще-то это даже, можно сказать, очень точное определение и точный ответ на ваш вопрос. Чем больше мы знаем о языке, говорят лингвисты, тем меньше мы знаем о нем. То есть нарастание знания, да, приводит к тому, что мы уже не можем управлять им. А человек, понимание ему дано для того, чтобы он управлял чем-то, да, вот мы что-то понимаем, значит, мы уже видим какие-то результаты какого-то процесса. И вот, к сожалению, накопление информации, информационное поле столь насыщенное создает массу трудностей для понимания. АПЛОДИСМЕНТЫ